Привет, друзья! С вами Владимир Соловьёв. Месяц назад я сделал пост про цветочницы, клумбы и покрышки, которые расставлены по всей черноголовке. Получилось 100 фотографий. Я собрал из них пост и выложил на своём сайте. И опубликовал в различных соцсетях. Пост вызвал массу дискуссий. Я сразу понял, что на всё это ответить невозможно. Поэтому я решил записать вот это видео. Основные дискуссии получилось две. То, что ограждают от автомобилей пространство с помощью цветочниц. И то, что жители из лучших побуждений начинают использовать покрышки в качестве украшений. Хотя была и третья тема. То, что в городе существуют не очень удачно расположенные клумбы, которые мешают ходить. В чём проблема с цветочницами? Возникает задача сделать так, чтобы автомобили не парковались в определённых местах. Город решает поставить цветочницы. Но цветочницы пустые и некрасивые. А значит, в них надо высаживать цветы. Высаживать цветы означает тратить время, силы и деньги. Как можно было бы сделать по-другому? Вместо цветочниц поставить, например, столбики. Или перепланировать проезд. Сделать такое решение, которое не требует поддержки в дальнейшем. Кроме этого, возникает ложный направлений дискуссии. Нужны или не нужны цветы? Надо сделать шаг назад и посмотреть внимательнее на саму причину проблемы. Что цветочницы во многих местах в принципе не нужны. Копали столбики, нету проблемы с тем, что за ними надо ухаживать. Это не вопрос озеленения города. Это вопрос выбора правильных инструментов для решения конкретных проблем. В данном случае цветочницы использовать для ограждения от автомобилей не очень правильно. Бывают места, в которых это уместно. Но множество мест, в которых это делать не стоит. Второй крупный вопрос, который возник после моей публикации. Это то, что жители используют покрышки. Люди начинают использовать покрышки, чтобы оградить территорию, за которой они присматривают, от автомобилей. И тут возникает подмена понятий. Вы же хотели сделать красиво. А покрышки это совершенно некрасиво. Это мусор. Использованные покрышки не надо вкапывать в землю. Можно вложить много труда и сделать плохо. Это называется медвежья услуга. Так вот, вкапывать покрышки это именно медвежья услуга городу. Я всячески приветствую желание жителей сделать город лучше. И я сам стараюсь как можно больше всего сделать для города. Что, например, я сделал для города? В общих словах, любые ограждения это признак ошибки проектировщика. В идеальном решении нет возможности сделать неправильно. Но идеальных систем не бывает. Невозможно так спроектировать и спрогнозировать. Как ограждать территорию города от автомобилей? Где должны быть расположены парковки? Это тема для отдельного разговора. Я, например, понимаю, что парковок никогда не будет достаточно для всех жителей. Число автомобилей растет. И, понятное дело, что потребуются какие-то ограждения, потому что люди хотят куда-то пристроить свои автомобили. И лучше всего думать про места для парковок уже сегодня. Массово строить парковки – это только отодвигать проблему в будущее. Когда она будет еще серьезней? В будущем автомобили станет только больше на парковках. Парковки однажды кончатся. И не будет места даже построить новое. Чем раньше в городе сформулируются правила для самоорганизации, саморегулирования количества автомобилей. Тем будет всем лучше. Хорошо бы, чтобы появились такие условия, в которых каждый из нас бы выбирал, каким образом по городу продвигаться. Иметь ли ему автомобиль и парковочное место для него, или пользоваться такси, велосипедом или ходить пешком. Ну вот и все на сегодня. С вами был Владимир Соловьев. Спасибо за внимание. Если вам понравилось, подписывайтесь на мой канал. Если что-то не понравилось, оставьте сообщение в комментарии. Всегда буду рад прочитать. Оставайтесь на связи. Спасибо за внимание.